Ульяновская область присоединилась к Всероссийскому субботнику. Сегодня во всех муниципальных образованиях региона наводят чистоту и порядок. Большое количество добровольцев вышли на улицу. Волонтерский корпус прислали 400 заявок на участие в субботнике. Только в парке Прибрежном работало 50 человек. Это ребята, которые являются студентами профессиональных образовательных организаций. И они заявились как волонтеры на формирование комфортной городской среды. Они уже выходили на субботники, у ребят уже опыт имеется. В парк приехал и временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских. Вместе с волонтерами он копал деревья и кустарники. Задачи у нас стоят самые большие. Мы все прекрасно понимаем, что дворовые территории, зона отдыха, тротуары – это именно то, чем каждый житель сталкивается каждый день не по одному раз. И именно о состоянии этих объектов у него формируется мнение о том, как работают органы местного самоуправления. Алексей Русских отметил, что средства на благоустройство города выделяются в полном объеме. Только в этом году было направлено более 600 миллионов рублей. По его словам, в 2021 году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» приведут в порядок 114 дворов и 24 общественных пространства. Всего в регионе «Субботник» прошел на 525 объектах. Убирали парки, скверы и аллеи. Я считаю, что такие места – это точки притяжения для любого города, крупного, для любого населенного пункта. Чем больше их будет, тем больше будет возможности и у молодежи гулять, и мамы с детьми. А в городах это вообще должна быть культура. Как мы убираем дома, как в квартире, каждый у себя. Вот эти площади, которые вокруг нас – это же тоже часть нашей жизни. Вместе с «Субботником» стартовало голосование за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Ульяновцам предстоит определить дизайнерские идеи улучшения 17 общественных пространств в семи муниципальных образованиях. Концепции, набравшие наибольшее количество голосов, воплотят в жизнь в ближайшее время.